Вместе со всеми и Первый Карагандинский впервые среди средств массовой информации региона выполнил главное предназначение религиозного обряда – помощь неимущим и немощным. Священный праздник сотрудники Первого Карагандинского посетили более 10 малоимущих семей. Сегодня съемочные группы разъезжаются не для поиска интересных репортажей. Сегодня их миссия волнительна и для многих неожиданна. Рядом с нами живут люди, которым требуется помощь. Об этом рассказываем и мы, журналисты Первого Карагандинского. Но реально оказать помощь оказывается совсем другое дело. Скажем, Фарида Абекмагометова, мать троих детей, воспитывает их одна. К ней впервые с поздравлениями в Святой День приехали журналисты. Неожиданная радость. Поздравляю Первый Карагандинский канал с десятилетием. Желаю вам всего самого наилучшего, процветания. Мы всегда смотрим ваш канал с удовольствием, чтобы было побольше интересных, хороших передач. Ну и всего, всем всего самого наилучшего. Спасибо за внимание, оказанное нам. Я, правда, не ожидала. Многодетные матери, инвалиды, пенсионеры, сироты оказались в зоне внимания нашего канала. Казалось, маленькая забота. Но какой отклик в душах людей она имеет. Мы решили приехать вас поздравить в канун праздника. Вот мясо вам. Спасибо большое. Вот коробку с шоколадом. Спасибо большое. Поздравляю вас тоже с праздником, с десятилетиями. Желаю удачи. И, как всегда, показываю хорошие фильмы и все остальное. В швейном цехе городского общества инвалидов мы нашли Ольгу Лентовскую. Она больше 15 лет работает здесь швеей. Поздравляя Ольгу с Курбан-Айтом, мы заметили, что и у ее коллег появилась в глазах радость. Поздравляем ваш канал с десятилетием. Желаем вам счастья огромного. Спасибо большое за вашу благодарность, за что относитесь к таким людям с гостеприимством. Мы очень рады. На 70-й день после Великого Поста приходит светлый, всепромогающий праздник мусульман всего мира – Курбан-Айт. Святое жертвоприношение – это дань уважения к потомкам и вера в благополучие для всех людей. В этот день должны быть чистыми не только руки, но и помыслы, и жертвенные животные. Как того требуют каноны религии, треть мяса идет на благотворительные цели. Тамара Мышинская сама инвалид ухаживает за больными домочадцами. Гости здесь редкость, а как приятно получать подарки. Здоровья и удачи желали друг другу в этот святой день многие и многие карагандинцы. И маленькая помощь первого карагандинского вплелась в общую заботу о малоимущих семьях. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый карагандинский.